Посмотрите, братья, что сделал Мимар Синан. В этой мечети отопление происходит от пола. Смотрите, не каждый это видел, и вряд ли кто найдет это место. Ковры мы вот так отодвигаем. Я не шучу, это специальная техника. Отойди немного, чтобы камера снимала. Далее отодвигаем вот это. И еще раз нужно ноги положить сюда. Открываем крышку. Это не каждый делает, смотрите. Эти доски тоже надо убрать. И вы увидите вот такое место. С глубиной примерно один метр. Так, чтобы человек спокойно мог передвигаться на коленях. Это, друзья мои, специальный канал. Зимой, чтобы люди, совершающие намаз, не мерзли. Вот рядом с мечетью есть хамам. И там нагревается вода. И пар вместе с водой протекает отсюда. И за счет этого канала, мечеть зимой 24 часа в сутки сохраняется теплой. Наши предки, мусульмане, сделали это с теми знаниями, которыми владели. А мы с вами до сих пор думаем, как же обогревать мечеть. Очень просто. Вода в хамаме теплая. Куда этой воде деваться? Пускай протекает под мечетью. И заодно согревает мечеть. Дорогие братья и сестры, наступает мусульманский праздник Курбан-Байрам. Давайте же оживим его с дозволения Аллаха. К наступлению праздника Курбан-Байрам мы с вами по воле Аллаха построим 30 колодцев. Положим 2000 коранов в мечети пророка Мухаммада, мир ему благословение. А в день самого праздника устроим огромное праздничное мероприятие с раздачей мяса и продуктов питания нуждающимся. Пророк, мир ему благословение Аллах, сказал. Тот, кто имеет возможность уберечь себя от огня ада даже половиной финика, пусть делает это. Хадис передал имам Аль-Бухари. Не обязательно скидывать много денег. Даже один рубль, внесенный вами в это дело, уходит на все это. У каждого на карте есть остатки денег. Отправив эти остатки на сбор, вы обеспечиваете себе огромную награду. Одна из шедрейшего Аллаха. Давайте оживим наш праздник и сделаем счастливыми тысячи людей. Все отчеты на страницах, которые указаны на экране.